друзья всем привет ну наконец-то дошли руки снова до бмв сегодня ровно неделя как я открашивал последние элементы я спокойненько теперь могу вообще спокойненько заниматься полировкой я несколько дней уже выгонял на солнце настояла припыленная все и постепенно пока было время там вечерком сяду днем там подойду подрезал вообще мельчайшие какие-либо соринки и подтирал их трезаком оставил самую большую поляну с мусором это капот по крыше было пару соринок я нашел под вот этими лампами столько всякого знаете такого мелкого мелкого может делать так делать доделывать так сказать у нас обновочка пришла на стриме общались ребята сказали вот модель интересная по цене прикольная нашел единственный вариант на улице во львове ребят там у них и купил ее на новой почте уже распаковал посмотрел но еще ничего не пробовал ну правильно чтоб работала все это вот такой вот агрегат я ту подошва очень мне понравилось подошву как с шлифовальной машины то есть пыль отводом эксцентрик эксцентрик с ходом по моему 15 миллиметров в комплекте и 3 поролонов круга но они нам как бы не нужны не важны сейчас размотаем шнур посмотрим на его длину удобно неудобно работать скажу свои ощущения потому что я работал руписами я работал флексами немецкими как бы у меня есть с чем сравнить по опыту поэтому дам свой такой отзыв до ответ цена ее чуть чуть больше 100 евро смешная вот заниматься сейчас будем бмв чисто капотом он у нас припыленный его надо обдуть воздухом ну чтобы не сарапать лак хотя капот полироваться будет весь мусора реально много возможно что я его под трезак весь запущу допустим на крыльях тут единичные на раз два три четыре вот тут что-то 56 все больше там трогать нечего то на капоте там т 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 их очень много очищаемся сейчас готовимся работать буду давайте сразу покажу чем будем работать работать будем фестуловским катером незаменимая вещь через месяц еще в германии обязательно с собой привезу чуть-чуть людям это иногда просят отдельно привести их очень сложно и трезачком трехтысячным новый листочек возьмем нам больше ничего не надо ни 2000 не полуторки никаких наждаков других то есть 3000 и катер так я тут поймал навел одну соринку такая крупненькая знаете что было видно катер много у разных видео с ним у него есть ниточка кладем на эту ниточку вот этой стороной придавливаем пальчиком по центру слегка и начинаем чик 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 делать он сам работает со временем когда прилучитесь вы сами начнете приподнимать угол ему более крутой ставить чтобы быстрее резать но это со временем она как бы само понимание приходит катер режет любую неровность в ноль до соседних пока он не начнет скользить своими ребрами по соседней части лака как только он начал скользить сильно не стоит поднимать его зарывать он уже свою работу сделал далее берем смачиваем аккуратненько вязачок и вот так вот это место чуть-чуть подрабатываем подрабатываем вытираем проверяем чтобы вся зона была матовая без каких-либо оттенков у матовости все допустим с этой старинной мы работать закончили в таком формате я сейчас постепенно пройду вообще весь капот по капоту таких штуковин будет много и потом слегка вручную потому что у меня нет машинки 2 с половиной миллиметра слегка вручную пробегусь с трезачком просто потому что их будет ну действительно такие поляны они между собой будут недалеко то есть можно разматоваться чтобы проще происходил процесс потом полировки работать с такими вот саринами лучше как-то не знаю как это объяснить кусками что ли да вот и допустим сейчас себе выберу вот эту зону я на ней все повырезаю все попросматриваю под разными углами на лампу на отвлеки каких-то ровных линий чтобы ничего желательно не пропустить потому что потом когда вот полируете элемент обнаружить что вы что-то недопилили и приступать к этому еще раз ну как-то знаете неприятненько поэтому лучше сразу по находить может быть даже маркером по отмечать чтобы было потом проще искать про короче тут каждый решает сам какому работы на но смысл один то же самое можно заменить скажем без катера на жестком доминошкой называют еще жесткой такая брусочек маханьки-маханьки на него кладутся у колокса есть листочки очень удобный утрем есть бочонок специально для подтирания соринок и спокойно подтирайте просто катером это быстрее и он саму соринку срезает а вы только уже наждачком подтираете чтобы выровнять вот эту рез потому что рез все таки имеет свою шероховатость чтобы сравнять шероховатость в трехтысячную градацию ее тогда проще выполировать иначе вот эту точку она вроде будет глянцевая но она будет выпадать из общего фона потому что у нее своя шероховатость на поверхности скажу так это не на 20 минут занятия то есть вот такую полянку выточить капот это ну не знаю часик наверное у меня уйдет просто попроходить попроверять это часик уйдет просто на поиски и срезание соринок покажу что получилось вот такие ну и гирлянду и наточил и вот сейчас смотрю хожу и думаю запустить подрезак вручную его как бы сколько на 15 минут пускай чтобы все полностью матовым сделать я хочу попробовать на овчине полировать буду овчиной мирка и потом кохими такой средней жесткости белый круг пасты буду использовать звизор мне очень понравились я их пробовал прям пух прикольные честно скажу один в напомнила мне в стул пятитысячную вот это именно паста она ван степ и это на мехи а этой пастой уже на белом добьем именно сам глянчик под накинем трезаком не попробую если пойдет пойдет то есть без трезака потому что у меня тут тут когда я полил петли на он по звуку слышно же тейпа мутности до что запалена то есть много очень попала на капот всякого там не только на капотанной по машине мех должен по идее вырубить все это дело если не вырубит то перенут резачком ну капот точно потому что все остальное вроде так терпимо то есть и в в в в Продолжение следует... 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 не знаю все на сегодня мне хорош завтра продолжим как раз эту мысль обдумаю ну что смысле стой я скажем так переспал передумал и что решил попробовать в принципе получилось вот тут вот был кратер не знаю как так показывает чтоб было видно короче он у меня убрался успешно и шагреньку я в принципе не повредил что я сделал я взял двухтысячный наждачок кремовский аккуратненько уголочек на пальчик плюем где-то тут еще видел сейчас короче тут по капоту прошел там . там там нашел там вот там одна вот я их сейчас подтираю потому что привод сейчас покажу видно что мы делаем не вот махом уголочком потихонечку не надавливая вообще подтираю чуть-чуть так с небольшим размахом она видно не в том что когда он уже дойдет до своего основания внутри перестанет блестеть вообще не надавлю то есть просто кладу наждак потому что я так прикинул закапывать такие маленькие в них лак ну не будет держаться я не смогу дать риску внутри и вот еще один то есть они очень малю пухоньки был бы какой-то эффект на цвет и бы вообще не было заметно эффекта нету отражение полное видно вот этот малю пухоньки каратерочек я не знаю откуда они взялись как бы с чего бы они пошли видно не доточены в таком отражении это я тут резал соринку не доточил царапки от наждак от катера в принципе в таком духе пройдущих посмотрю поищу может еще где-то найду вот и так же мехом просто прогрели перегрели капот и багажник больше всего займут времени во всем остальным вот вот смотрите вот тут вот сейчас вот тут был этот кратер то есть я его в принципе воткнул в шагрень его не видно он стал как будто часть шагрень и просто с небольшим изменением и вот от соринки след крупный заполирована сама соринка как бы еще черчевает свой контур короче есть чем позаниматься где я ее потерял нашел и потерял теперь процедура тоже машинкой вот тут вот подтирал я то есть одну можем допустим еще чуть-чуть но настолько маленькая блин не хочется шагер там порт потому что шагер так или иначе все равно портится в таком духе пойдем сейчас шагать по всему периметру автомобиля декоративная Продолжение следует... 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 Другой цвет, даже можно так сказать Круто Обязательно сделаю отдельное видео По расходам на нее Еще не садился, не считал Открыть надо программу, там все посчитано Чтобы понимать Сколько, какого материала У меня на нее ушло Такие вот дела Цвет хороший По поводу лака, кто там кричал Шумел, что лак Весь просел, весь упал Нет, он не просел Но шагрень, скажу откровенно Чуть-чуть Не та стала после полной сушки Какой я ее видел в камере Но это, как я и говорю За что я не люблю уже двухслойные лаки Потому что полюбил полутораслойные Это беда Двухслойников, он когда высыхает Он чуть-чуть меняется Чуть-чуть, но меняется То же самое и здесь Самую малость, пакость Как бы, но поменялся Ну, в принципе, не в худшую сторону Шагрень в аккурат Приближенная к БМВ Кто знает, кто шарит Тот как бы увидит Вот такие дела Стеклышки в оригинале Резиночки новые Резиночки новые Тут все новое Тут все свежее Фонарики отполированы Фонарики отлакированы Что еще мы? Клипсочки, пумпочки все новые Резиночки на ручечках Все новые Молдинги новые Жабо новое Дворники новые Дворники, правда, вот эти покрасил Сами дворники БМВовские Все в пакетах Рамка на капоте Вот эта Новая Резинки новые Что тут еще? По мелочи, по мелочи Ну, так вроде все Подкрылки старые Но зато все сидит на новых клипсах Ничего не телепается Ничего не отваливается Приятно работать с Оригинальными свежими запчастями Просто все становится на место И ты не заморачиваешься Суппорта получились Я снимал видео Но, честно, не обещаю Смогу его смонтировать или нет Потому что оно без звука Такое глухонемое видео Но суппорта получились Отменно Прям очень красиво Нанесен логотип Через трафарет То есть это краска Это не просто наклейка какая-то Открашено все водой Посмотрим, как оно работает Если будут какие-то проблемы с суппортами Я думаю, я первый, кто об этом узнает На этом все Пока что То есть бэху Все Можно сказать бэху Я закончил именно с полировкой Теперь будет следующий интересный момент Это керамика И мы ее посмотрим Все в сборе Всем спасибо за внимание Всем удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok